Нисколько не обманываю. Дружно начали поднимать цены. Не все потянут такую цену. Здравствуйте, дорогие друзья. Давно не был в эфире. Всему виной мой отпуск. Ну как отпуск, если это можно назвать отпуском? На мой взгляд, отпуск это все-таки куда-то уехать далеко-далеко. Выключить телефон, выключить голову. В моем случае, к сожалению, пока уехать куда-то не получается. Маленькие дети. Но, тем не менее, я тоже занимался полезными делами. Ремонтом, переездом. Планировал еще пару раз за лето на рыбалку съездить. Но что-то как-то не получилось. Неделю шли дожди, а может даже больше. Поэтому на рыбалке был один раз. Так, что еще у нас произошло, собственно, за эти две недели, за время моего отсутствия? Друзья, ну как не хотелось об этом говорить, но, к сожалению, цены растут. Цены на недвижимость я имею в виду. Как раз-таки где-то 2-3 недели назад застройщики дружно начали поднимать цены на новостройки. С чем это связано, я уже, собственно, говорил. Я снимал такое видео, у меня есть на канале, посмотрите. Называется, по-моему, что будет с ценами на недвижимость. И вторичка. Вторичка тоже, естественно, начала подтягиваться. Я в своих прогнозах не ошибался. Ненамного, ненамного. Пока видим рост цен где-то 1,5-2% на вторичку в среднем. Но, тем не менее, он есть. Так что, кто планирует покупку квартиры в ближайшее время, поторопитесь. Потому что вот эта ситуация, она, честно говоря, для августа, это не норма. Совершенно не норма. Казалось бы, наоборот, да, лето, пора отпусков. Практически никто о квартире в вопросе не задумывается. Соответственно, как правило, летом цены, наоборот, еще больше проседают. Потому что покупателей и так мало, а летом их еще меньше становится. Но, тем не менее, как уже сказал, это нетипично для лета. И вот сейчас, в августе, мы заметили, вышел на работу, да, пообщался с девчонками, со своими коллегами. Знаю, о чем говорю, да, потому что мы занимаемся, как ни одно агентство, наверное, в Воронеже, да. Мы сейчас очень плотненько занимаемся именно подборами подпокупателя. Подборами недвижимости, квартир в покупку. То есть, в основном работаем не от продавца. Нет, от продавца тоже работаем, но сейчас основная специфика у нас именно работы. Так получилось, да, что с появлением YouTube-канала у нас сейчас основная специфика работы. Именно по подбору, по подбору работа от покупателя. Вот, соответственно, все варианты у нас перед глазами. В день прозваниваем, я не знаю, ну, порядка, может быть, там, даже не десятки, сотни, наверное, звонков. Делаем по объявлениям, по квартирам, и, соответственно, я вижу, да, что и я, и мои коллеги подметили, да, что цены выросли. Это на самом деле так, я не, скажем так, нисколько не преувеличиваю, нисколько не обманываю. Так на самом деле есть. Еще, друзья, о чем хочу сказать. Цены на услуги. Видимо, кто наши, кто с нами не с самого начала, да, кто совсем недавно подписался, для них информация. Значит, цены на услуги у нас не менялись по покупке. Если у вас ипотека, это 30 тысяч рублей, если наличные деньги, 25 тысяч рублей. В эту услугу входит и поиск, и подбор объекта недвижимости в покупку, да, проверка этого объекта на юридическую чистоту и проведение самой сделки купли-продажи. То есть все, 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 так скажем, под ключ все это входит вот в эти деньги. Поднимать пока не планирую. Поднимать стоимость этой услуги. Да, еще такой звонок был, не очень такой, я не совсем понял, чего человек хотел, либо он не совсем понял, да, о чем идет речь. В общем, случился такой звонок буквально, наверное, в последний день моего отпуска или последний там, дня за два до моего отпуска. Позвонил потенциальный покупатель, говорит, ну, мы планируем приехать в ваш город. Можете ли вы покатать, показать нам районы города? Ну, вы знаете, ну, у нас как бы такой вот услуги, вот именно покатать, показать, такой услуги как таковой нет. У нас есть услуга по поиску и подбору объекта недвижимости, да. Вот именно покатать. Ну, вы нас тоже правильно поймите, да, у нас людей, у меня людей в агентстве недвижимости немного. Соответственно, загружены работой полностью, вот, и, ну, мы просто не сможем потратить на вас время, да, свое. То есть мы его потратим на того, кто, собственно, готов с вами, с нами заключить договор на поиск и подбор объекта недвижимости какого-то конкретного, да. И, соответственно, вносится предоплата 50%, и мы начинаем работать. Человек говорит, вот этот потенциальный покупатель говорит, ну, а так вы ничего не можете показать, да, там, по каким-то новостройкам повозить. Я говорю, вы знаете, при всем, да, моем там уважении я не могу, вот честно не могу. Он говорит, вы знаете, мы были просто в Ярославле, вот нам город не понравился, просто вдруг нам Воронеж тоже не понравится. Ну, друзья, ну, для того, чтобы ознакомиться с городом, ну, наверное, все-таки вы можете приехать сами, да, покататься сами, там, либо такси взять, да, и покататься с таксистом. Ну, ну, просто мы такие услуги не оказываем, поймите нас правильно. Вот, и надеюсь, мы больше к этой теме возвращаться не будем. Вот, друзья, пока все, что хотел сказать. Да, и еще, пожалуйста, заранее планируйте вашу поездку сюда, да, вернее, поездку вы, может быть, планируете как раз-таки заранее, но нам не всегда, нас не всегда оповещаете, да, что вы там будете там через три, через четыре дня в Воронеже, потому что очень часто поступают звонки такие, что, собственно, мы приехали, мы уже здесь в Воронеже, нам нужна квартира, там, либо посуточно, либо на месяц, для того, чтобы мы могли где-то пожить, пока будем с вами выбирать квартиру в покупку. Друзья, как уже неоднократно говорил, найти квартиру, допустим, на тот же месяц, это очень-очень проблематично. Ну, не хотят у нас собственники сдавать на месяц, неинтересно им это, да. Есть определенные риски, скажем так, для них, да. Соответственно, у нас сдают, охотно сдают либо на год, сразу на год, либо посуточно, но посуточно цена, не все потянут, да, такую цену, то есть там, ну, от 1000 до 1200 где-то в среднем, да, за сутки. То есть не все готовы такие деньги платить, потому что все-таки какое-то время вам придется здесь пожить, да, это не в первый же день мы с вами определимся с квартирой, которую вы будете покупать. Может пройти недели и две, соответственно, за две недели, да, минимум 14 тысяч рублей. Не каждый готов так вот посуточно за аренду платить. Вот, друзья, кому действительно необходима помощь, пишите, звоните, все контакты также не меняются, также они у нас под этим видео, вы их найдете. Также можете заполнить анкету, которую вы видите под этим видео. И, пожалуйста, не надо, мы даже в графу в этой анкете, скажем так, вставили, потому что некоторые люди, да, они планируют переезд в Воронеж, но там через полгода, через год, и тем не менее уже стараются эту анкету заполнить. Не торопитесь, не спешите. Поставили срок максимальный, да, то есть планируете ли вы покупку квартиры, ну, максимум это месяц, да, там в течение месяца. А так обычно у нас там, по-моему, не помню, там 10 дней, либо неделя, там в течение 10 дней, и максимальный порог это месяц. То есть так заранее, там за полгода, за год, вот эту анкету заполнять не нужно. Еще чем могу похвастаться, действительно мы очень сильно, очень много внимания сейчас уделяем именно работе от покупателя. Могу с уверенностью сказать, что вот за эти больше чем, да, ну, полгода с небольшим 2018 года мы уже вот этих подборов по покупке квартир для покупателей мы уже их совершили больше, чем за все время работы нашего агентства, больше, чем за 5 с лишним лет. То есть действительно очень много работы проделано, очень много людей с нашей помощью уже приобрели квартиры в нашем городе. Но, еще раз повторюсь, заранее, пожалуйста, заранее пишите, звоните, ну, в идеале за недельку, да, а так, ну, хотя бы дня за 3-4 до даты вашего прибытия сюда в наш город. Все, всем пока, хорошего дня, хорошего настроения, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok